В Самаре с сегодняшнего дня до 6 ноября ограничат движение транспорта по улице Максима Горького на участке от Комсомольской до Крупской. Это связано с работами на системе водоотведения. Самарцев предупредили о новом способе мошенничества в Телеграм. Жертве сообщают, что поступила заявка на удаление аккаунта и предлагают подтвердить отмену действия и прислать код из СМС. При получении этой комбинации преступники смогут зайти на сайт госуслуг или банка. Чтобы не попасться на такие уловки, не предоставляйте личные данные третьим лицам. В Самарском дворце ветеранов в преддверии Дня отца наградили участников акции «Мужчина года-2024». За звание самого лучшего папа боролись семь человек. Члены жюри определили двоих победителей, которые примут участие в областном конкурсе. Сегодня в 19 часов на главном стадионе Самары состоится матч между «Акроном» и «Зенитом». Для тех, кто не сможет попасть на зрительские трибуны, мы будем вести прямую текстовую трансляцию игры в телеграм-канале «Самары ГИС». В Самарской области ввели режим черного неба. Может ощущаться запах гари и ухудшаться видимость. Сегодня до 19.00. Неблагоприятные метеорологические условия ожидают в Тольятти, Жигулевске и в поселке Винтай. В России растет число заболевших вне больничной пневмонией, основным возбудителем которой является мекоплазма. Групповые очаги регистрируют в детских организациях. Для борьбы с распространением заболевания в Самарской области проводят иммунизацию населения. Уже привили более 40 тысяч человек. С 10 по 13 декабря в Москве пройдет 28-я международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда». Каждый год форум становится площадкой для обмена опытом и поиска новых способов минимизировать производственный травматизм. Участие в выставке бесплатное.